Здравствуйте Так Что темновато Так настройки я вроде все поставил уже Записывал водяной Сейчас будем тестить Dark Souls 4 Вот если челика сделал О короче Да я Я не знаю Девки Они все короче имеют Такую же фигуру как мужики То есть вот эти вот плечи у девки остаются Остаются То есть какой смысл делать девку если у нее будут такие плечи вот здесь Играем мужиком О кстати цвет кожи Погодите А как у меня сейчас стоит? Можно и белее быть А Да я Погоди После Погоди Погоди Субтитры создавал DimaTorzok Главный Эльден Ринг был разрушен В нашем доме, по всему небу Между землями А почему Этернал переводится как бессмертная, а не как вечная? И в ночной ночи, Годвин Голден был первым уничтожен. 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 После пролога, как окажешься в пещере, там будет сидеть мужик, за ним будет спуск вниз, там обучение будет, просто тут есть новые механики, и что ты потом не пил не байтил? Я никогда не пропускаю обучение в играх, когда оно нужно. Так, все. Мы появились. Я так не понял, как мультиплеер включать или отключать? Эта игра просто охуенная. Очень рад, что ты ее решил пройти без аука. Наиграл уже о нее 134 часа. 134 часа? Как ты успел, бля? Прекрасно. Ну вот, вот, он развивается, он развивается. Он развивается? Эй, стоп, как-то я оружие переключил, не понял. Гай, сейчас буду разбираться с интерфейсом. Оцени возможности редактора персонажа, как пример моя девочка, и поставь максимальные текстуры. Текстуры пусть будет максимально. Что вы, бродяги, первый уровень, не больше всего характеристик по сравнению с остальными классами. Девятый смысл. Там же написано в игре. Редактор хуёвый, потому что здесь мужские базы, поэтому редактор мне не нравится, и редактор хуёвый. Здорово, братан. Ты не можешь сделать девку. Спасибо, что ты с нами. Спасибо, что стремишь. В общем, от души. Ждал этого стрима больше года. Вот, смотрите. Чем не скинул свою девку, но видно же, что у нее волосы растут, как у мужика, и видно по плечам, что это мужик. То есть тут невозможно сделать девку, тут можно сделать только трапа. Видите плечи? Тут у всех база мужская. Шея и плечи, и грудная клетка сразу видно, что это мужик уже, изначально. Даже волосы растут по-мужски как-то. Блин, вот такой недавно смотрел UFC, как у Хорхе Масвидаля волосы растут. Как-то вот, ну, странно, не по-женски. И вот плечи, да, плечи, грудная клетка, видно же, что там мужик. Поэтому девку в этой игре нет смысла делать, я не знаю. Тут не дали возможность сделать девку. Все базы мужские. Все базы тела мужские. Анимации приятные, кувырок мне нравится. Красивый такой. Бля, тогда нужно было начинать имя, получается. Проблема, что если ты начинаешь бомжом, то у тебя будет меньше статов. Давайте, наверное, начнем заново или что-то очень. Я уже играю 14 минут, бля, я ничего не делал. Я просто разбираюсь в игре. Я никуда не спешу, я хочу себе разбираться, кайфовать. Я не собираюсь никуда спешить. Интерфейс мне очень нравится, наконец-то. В кои-то веке мне нравится в Драк Соусе интерфейс. Ща гляну, посмотрю, сколько статов. Смысл у него больше всех. Добавить 8 уровней, это будет 9 уровень, равно 88 статов. И где у него больше, блядь? Вот у него 88. Причем у него вот эти вот магические статы меньше 10. Это меня наебал, блин. Лоу, hello, посмотри. Нет смысла начинать этим челом. Первый уровень, бездобавить 8 уровней. У этого 9. 9, 88 статов. У этого 1, 80 статов, плюс 8, будет тоже 88. Но при этом у него вкачано магия уже, а я ж магами не играю. То есть этот хуже по-любому. Короче, хуй мне как-то посоветовали, блядь, наебали. Ну, сука, даун. Про персы не с иглы. Можно сделать секс девочку. Невозможно сделать секс девочку. Как ты сделаешь секс девочку, если все базы мужские? Все базы мужские. Алё, блядь. У тебя база тела мужская. Плечи, грудная клетка, они мужские. Ты начинаешь, короче, мужское лицо превращать в женское. До тех пор, пока у тебя не получится, блядь. Это называется сделать сексуальную девочку, когда невозможно увеличить размер груди. Невозможно сделать как-то, ну, женскую задницу. Она как мужская, знаете, такая, ну, блядь, ни капельки нигде не выпирающая, без форм. Относительно плоская даже, как бы, ну, если увеличивать ноги. Ты не можешь сделать здесь красивую или сексуальную девочку. Это невозможно. Я сидел в редакторе, блядь, полтора часа. Я играю девкой в играх, где можно сделать красивую девку. А если нельзя, то, блядь, пошла нахуй. Так, пока что мне все очень нравится. Блин, пока что все красиво. Интерфейс заебись, графика заебись, текстуры приятные, цветовая гамма приятная, все очень круто. Анимации приятные. Что по кадрам, не знаю. Вот мы вышли в открытый мир. Это мертвые типы тут, типа. От кого они сдохли уже. Дайте еще раз перепроверю свои настройки. Пока разрешение. Вроде все нормально поставил, более-менее. Все будет лагать, но я не знаю, ну, поделать. А где говорили обучение? В подвале каком-то обучение. А где подвал, блядь? Тут какие-то уже прологи есть. А, еще один момент, который я не понимаю. У оружия есть прочность или нет? Папзан, смотри, прочности больше в игре нету. Никакой вообще даже и на снаряжении. На бяной к лучшему. Когда ты будешь бегать, на тебя не будут агриться. Мой бой, то твоя сфамина не будет тратиться. Тратиться будет, если ты будешь сражаться. А, тоже хорошо. Блядь, приятно. Блин, реально, ну, улучшения разные. Начало тяжелое. Игра топ, так что не ной хуй. Да мне пока все нравится, блядь. Я никогда в жизни не ною, когда все хорошо. Я ною, когда что-то объективно хуево. Пока что все, блин, ну, прям круто. Графика приятная, анимации приятные, интерфейс приятный, звук приятный. Все приятно, все заебись, блядь. Пока что реально все охуенно. Вы поняли то, что я говорил про Dark Souls 3? То, что там ушли ошибки предыдущих Dark Souls, поэтому он самый охуенный. А этот вообще, блядь, прикиньте, если еще учесть не только ошибки первого и второго Dark Souls, а еще и третьего. И прикиньте, как все охуенно получается сейчас. Уже в самом начале. Прыгнуть не поможет, я думаю, нет. Не сюда. Да не пизди, блядь, по-любому сюда. Не ври мне. Че, могу его перерубить? Реалистично. Впереди предмет отсутствует. Логично. Жестикулирование не поможет, тогда узри секрет. Бля, наебывает по-любому, сучара поганая. Хотя там оценки 4880. Но это мне не верится. О, подождите, у меня хп появилось внезапно. То есть враг рядом. Как понимаю, там босс какой-то? Ну, выглядит как босс в босс арене, блядь. Классическое. Ну, я готов. Я опытный, как бы, боец. Опытный Dark Souls геймер. У меня достаточно темная душа. Я думаю, с первой попытки пройду того, кто здесь будет. Я вот прям уверен, я... Ого, блядь. Но оно выглядит страшно достаточно. Окей. Окей, он выглядит... Моя беда с первой попытки. У него еще и щит, блядь. Ого, я его не дамажил. Весело. А у меня нету, кстати, фласки на здоровье. Врачи. У него много хп. What? Найс дэмэдж. Так я без фласки. Ты че рофлишь, урод? Если меня убивают с трех ударов, я без фласки. Я его убиваю с 50 ударов. По-моему, что-то... Вау, так он суперсильный, блядь. Окей, я пошутил, а то не с первой попытки. Надо щит использовать. Вау. Понял. Я даже примерно нихуя не понял, но окей. Где я? Кто я? У меня игра зависла? Я его даже не дамажил. Не дамажил. Сейчас. Да. Вообще такой какой-то... Сразу ауе атака какая-то. Знаете, я думаю, там будет какой-то простой чел, который просто замахивается, и ты доджишь. Да, интересно. А, я должен был умереть по сюжету, наверное, правильно? А, все, я понял. Я должен был умереть по сюжету. Его же невозможно победить, скорее всего. Он слишком сильный. А, теперь понятно. Я должен был умереть. Его нельзя победить. Это как в Секиро. Он вообще непобедимый. Мы нашли его здесь, после всего. Один из его любых, он уверен, чтобы искать Элденый ринг. Даже если он визуально визуально Голденый ордер. Окей, я-то уж думал, что сейчас придется с ним драться. Хотя это выглядит, ну, практически невозможно, если честно. Он выглядит как эндгейм-босс. ДС-2 или ДС-3. Ну, типа один из каких-то там последних. Так, окей. Я должен был умереть, понятно. О, фляску дали. Найс. Пещера знаний находится внизу. О, там эти, обучение. Окей, пошли обучаться. Пещера знаний. Он, кстати, не накоцался с такой высоты. Фил с Гуччи. Мы пошли обучаться. Представь, что в кто хочет стать миллионером, ты ответил на все 15 вопросов и выиграл 3 миллиона рублей. Но на 10 вопрос стоимостью 100K рублей ты ответил при помощи друга. Сколько дашь денег другу? Сколько оставишь? О, не знаю. 200K можно дать, по идее, другу. Правильно. 200K справедливо. 200K справедливо. Доначу первый раз. Так как стало дешевле донатить в рублях теперь. Толома, уже донат для. Я играл 75 часов в Эльден. Намного круче ДС-3. Да уже видно, что намного, короче, уже выхождение. Без спойлера став и гайдеров. Это я твой единственный зритель. Сейчас напишу со всех аккаунтов, что девки. Сайт лучшие детские пара девки. Я не могу ничего пропускать. У меня доната вообще не работает. Это пизда. Здорово. Здорово. What? Любой щит не отнимает хп при блоке или что? Кстати, блок что-то имба. Я почти не теряю выносливости. Блок вообще что-то имбалансный или что? О, это что было, блядь? После блока контр-атака? Вы видели, что я сделал? Вы видели, что я сделал? Хуяси. Это было красиво. Мне это понравилось. Это мне реально понравилось. Я сделал контр-атаку, оказывается. Я сделал сильную атаку после блока. И это... Эд, я ничего не вижу. Там подсказка, блядь, которую я не понимаю. Владение оружием. Для каждой руки вы можете выбрать максимум три вида оружия. Если вы держите оружие двумя руками, эффективная сила атаки возрастает на 50%. Сила атаки или сила? А тратист становится куда сложнее. Так, а ну, атака в прыжке. Какая-то она хуевая. О, это интереснее. А ну-ка, попробуем. Понятно. Ай! Копейщик со щитом. О, блокирует. Окей, ну тогда попробую. Так, как обратно взять щит? Хуяйся, мне эта тема нравится, пиздец. Контратака, жесткая тема. Вау. Это как парирование, только намного лучше, потому что оно гарантированное. Ебать, кайф. Не почувствовал. Не-не-не, давай контратаку. Какие-то читы, если честно, это слишком жестко. Дай арбалет, мэри? А, это он. Блин, ну контратака мне пока супер нравится, это вообще пиздец. Тупо кайф. Окей. О, это как в DS3, на самом деле, это одно и то же. Такого просто нахрена это делать? Мне со щитом нравится больше, если честно, пока что. Щит вообще очень сильный. Посмотрим, работает ли в DS4. Во всех остальных DS'ах не работало. Окей, заработало. С первого по трети Драгсоус она вообще не работала ни разу. Я подходил со спины, никогда не работала. Ну типа один раз из десяти срабатывало. Бля, компас бесит, а как его убрать-то? А ну, выкол интерфейс. О, компаса нет. Теперь хп нету. А интерфейс вообще нет. Как знаешь, что я таргет заволочил? И чё, бля, ты так и будешь ставить? Я вот так и буду играть. Контрудары вообще супер, супер, ну, супер охуенно. Босс. Ща не почувствуем. Солдат Годрика. Ну и чё ты сделаешь? Контратаки после блока, так я уже умею. Это что получается? Что крестьянин с контратакой сильнее, а крестьянин... Да! Ебатин! А-а-а! Это слишком визи! Да! Ебать-ка, в контратаке это пока что моя любимая. Бля, контратаке это как парирование из ДСА-3, только ты их делаешь с шансом 100%. Некоторые боссы ревизаются по пять раз. Да и вообще такое ощущение, что хуякзаки придумал 20 новых моделек на игру. И все время их ревизают, когда найдешь могилы героев. У тебя сгорит очко. Некоторые боссы ревизаются по пять раз? А типа в прошлых Дарксоусах так не было или что? Я вам пиздю какого-то этого... Какого-то этого пурсуера пять или шесть раз в ДСА-2. Это не одно и то же. Но пока мне все очень нравится. Пока что игра 10 на 10. Пока что, блядь, вообще охуенно. Эти контратаки. Кстати, не лагает даже на стриме. Ой, бля. Ну а как понять, откуда я пришел? Я иду. Как известно, ну, понять кто ты и за что ты и где ты, это... Ну, так просто. Наконец-то нормальный Дарксоус. Первый нормальный Дарксоус без каких-то там жестких минусов. Пока что. А дальше посмотрим. Мэйби, конечно, я не прав. Хочу не бывать. Короче, самая большая проблема игры в том, что он не дает тебе слишком много свободы. Локи идут по сложности в строго определенном порядке. Но игра не говорит в каком именно. Пойдешь не туда, сразу перекачай ферст-трайв всего. Ну и что? Какая-то нормальная. По-моему, так было во всех Дарксоусах. Мне там, наоборот, хорошо, реалистично. Ты в жизни пойдешь не туда, блядь, и рипнешься. Пойдешь туда, все, заебись будет. Реалистично, заебись. Это проблема? Так было во всех Дарксоусах, это никогда не было проблемой. БТВ. Так как эту часть в открытом мире, тебе не обязательно хуярить всех при первой встрече. В некоторых местах мапы значительно сильнее, чем ты на момент встречи с ними. Проще будет кого-то проскипать и вернуться позже. Да что захочу, то и буду делать, блин. Захочу, буду хуярить до конца. Не захочу, не буду. Пап-зан, ты привыкнешь к компасу, а компас тебе нужен для того, чтобы находить свои души, когда тебя уебали. Вот ты реально привыкнешь. Меня пока он раздражает. Я не люблю компасы вот эти, которые, ну, висят, их нельзя вырубить. Если бы я его мог включить, когда он мне нужен, тогда нормально. А так он висит, блядь. Почему у меня весь интерфейс отключен, а компас включен? Какого хуя? Бля, пока что игра реально 10 на 10. Я не могу найти ни одного минуса. Пока что, блядь, 10 на 10. Охуей просто. Не ожидал от Бабадзаки. О, открытый мир. Забирайте наши кадры. За могилье. Вроде кадры пока на месте. Блин, заебись. Красиво. Правда, деревья, конечно, выглядят как куски говна издалека. Ну, очевидно, да. Чем дальше текстура, тем она хуже выглядит. Ну, а не вей, в целом, явно же красивее, чем остальные дарксоусы. Трава, если что, у меня на медиум стоит, потому что чем больше травы, тем сильнее вебку размывают. Это костер? Бля, косты мне не нравятся, пиздец. Супер хуйня. Как их замечать вообще? Это костер? В смысле, блядь, а почему? Блядь, почему кастры такие уебищные? Ну, типа, это немного раздражает. Они реально уебищные. Чтобы не запутать, стоять за золотыми лучами. Золотой луч. Типа, помогает мне куда надо идти. Это вроде неплохо, с одной стороны, но я не знаю. Привет. Бабка? Траныж. Несен th Nanик. Мы приехали туда к душе, для Ру Gentого. Хм? Хм? Конечно, у вас есть. Нет, нет. К счастью, для вас. Однако, у вас нет. Без геологи. Без ведение. Без усилийственных рулетов, без habilений. Я могу её убить. Мой бём важный. Это он, я думаю, это бабка. Лучи указывают в определённом направлении, то есть куда надо идти, что мне уже сказали. Ну это, по идее, хорошо. Ну это хорошо так-то. Ну какой-то барашек гуляет, могу его слить. Я точно буду видеть эту тему, потому что вот оно идёт, да, и дальше я не вижу. Ещё это дерево золотое, оно будет мешать, наверное. Блин, реально же выглядит как Dark Souls. Тоже всё какое-то такое, знаете, какой-то... Физика не работает. Мир сломанный. Тупо Dark Souls 4. Называется почему-то по-другому. Карта мне не нравится, карта какая-то уёбищная, сложная. Всё до этого в интерфейсе нравилось, но карта какая-то слишком сложная, слишком уёбищная. Ничего не понятно вообще. Ну ладно, мы потом поймём. Но сразу видно, что карта хуёво сделана. Это же... Птица-друг. Привет. Бля, птицы красивые. А чё тут так много перьев падает? Бля, пиздатый вид, конечно, круто. И кадры есть. Требуется прыгнуть, ага, как скажешь. О, краб какой-то, смотрите. На него явно лучше не соваться. Хе-хе. Это что? Это реальное существо? Так и есть в нашем мире. Что это за чело? Смесь белки и зайца? Всё, что я хочу максимум от мультиплеера в этой игре, это возможность кому-то вторгнуться. Но сам я не хочу никого к себе призывать, чтобы меня не мешали играть. Так, мне говорили мне к замку, но вот это вот золотой луч. Он же... Я его не вижу. Вот он. В эту сторону. А дальше я его не вижу. Говорят, не заблудиться. Ещё как заблудиться? О, хуя себе. Это кто такие? Это явно не дружественные. А чё если камень в птицу, короче, закинуть? Ну я не хочу, но чё если? О, кстати, а если подкрасться птица? Чё ты летать не умеешь? Ты умеешь летать только на своём уровне бытия или что? Ты не можешь подлететь ко мне? Переговорить со мной? А по-моему он по-хуй знает. НААААА! Хуй! АААА! Ха-ха-ха-ха! Вот это я почувствовал. Что-то как же кайф контрудары просто пушка. Как же легко, блять. Знаешь, я вообще не чувствую. Вот это кайф, когда не чувствуешь. так давай ой эй эй сынок победа в группе врагов наполняет ваши фляги так мне нужно флягу заранее выпить потому что он еще наполнить про вообще не чувствую кайф ну вроде терпим фпс почти 60 ой это что пока не на ничего уменьшать враг как его убить блять куда мерзкий кузнечик сука ну ты и уебище теперь и дракон это правда или нет и что очень значит путеводная тема вот я высрал и что это такое что-то значит надо мной блять что это значит мне наверх идти надо или чтобы на лифте ехать прямо сейчас наверх что это вообще значит путеводный луч у меня какая-то это друг ты не против себя я запрыгну как на него запрыгнуть а че нельзя что нереалистично мариангу затем него бля а че они могут на него запрыгнуть не на черепаху жалко убивать вроде на миролюбивыч их садили хуй помешку дойти где что есть где что нету на карте вообще ничего не показывается даже вообще даже отдаленно верим по еще карту не открыл потому что там типа столбов монолитов будет стоять там куски карты будут и тогда карта норм будет без коня заебешься путешествовать а где коня взять немного получу пока платву не дадут у нас может заебусь это враг кайф как же есть это типа собака че думаешь и насчет того чтобы после войны двинуть в политику сейчас я думаю уже ищут желающих и не надо отмазываться что опыта нет у тебя сейчас президент клоуна а так добра удачи выжить спасибо бля ты реально тупой без обид путеводи ночь это твоя метка как например там а они говорили про золотые лучи которые костров идут за тупый что пыль любит бомбий я ничего не понял не вы моя метка что она дает нахуя она мне нужна тупо режу бомжей давай тупо не чувствую фарел флейм о киеве руна жителя окраин ой ой собака хуяся собака жесткая попала ты куда ты куда пошел чья небо костер найти какой-то оля с 3 уже это 6 своего лица тоже неприятно смотреть гаммон музыка ой кує horn ой 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 как мне плочить по очереди плить ой 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 на практически зачинь и класс начальной стадии и нужно броню мечу и счету то легко вообще не спать а золочь короче блять а за бомжа испугался играть так нету смысла я уже объяснял не смысл играть бомжа нас лишь шундук что там писал мимиков нету вот не понял для я снимал ушки в это время показал что сирена была я думал сниму ножки просто прослушаю блять там написали же впереди требуется отскок но я думал байт на мимика я ударил нету мимикам думаю окей ой бля куда я приехал что-то идет блять здесь они не сильные хотя бы вот о нет они ультра сильная даже не забрал в сундуке блять втф нахуй и получаться проебал все свои души которые оформил вот я вернулся здесь свое место благодати где 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 мои руны а вот они верный гравитационный камень что это так как отсюда выбраться я не хочу с ним драться больше на если куда я попал блять это чё блять заново игру начинать я что-то не справлюсь точки то ебанутые мобы попробовать он меня видит уже понял вау не на то бред это гравитационные камни могу их использовать в бою а пока нужно убегать для начала какую сторону в эту наверно насчет играет блять а куда бежать так я руна заберу вот мои души окей в эту сторону нельзя хорошо какую сторону можно бежать блять вниз я могу хоть кого-то убить попытаться или лучше их не трогать они меня не трогают а и юмб лет окей это успех а так все по идее могу съебать отсюда если нашел благодать мне никто не должен мешать съебать так окей по идее могу съебать отсюда нет а почему нет то я нашел уже приколюху хочу с душами своими выйти отсюда все они в подземелье начнем у съебывать разве нет холину недоступно чем они ада крестик до сих пор а чё за нахер блять тут реально страшно щас просто съебаться отсюда и ретируемся блять куда я попал блять на эту хуйню блять она явно мне не по зубам попал какой-то другой мир оскверненный что это такое оно живое мне ударить эту штуку ой блять вот смогу ли через речку пробежать я не уверен болото класс о понял вас а смысле красная гнили ой 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 акилвер гарантированно я не могу выбраться отсюда живым уже никак короче все понятно это конец так как выбраться блин вообще отсюда сядю кастрата может телепортироваться за пределы пещеры он счастлив пнется в ту самую луку и не выйдет из нее до конца стрима соболезную смотрящим чё виноват что ли а где тут лут был впереди боевая экипировка да я еще пытаюсь в чем руху гамонкула забейте свой кто еще не выкупает в чем руху гамонкула да ёба в этой части нет милика так так вроде я справляюсь на самом деле при этот педрила сюда пришел какого хочу делать реально ли блядь подождите на подумать но чтобы поделать до ёбблядь бля надо по чуть-чуть так откуда знаете костер были не знаю где он пизда ну их дикостер аура фух обли оружие не забрал там какое оружие по идее было они работает и не работает и как смысле вы пиздите нельзя у костра ничего сделать сяду костра встань сесть и встать 5 и как нельзя здесь вариант добежать до костра такого костра как куда добежать надо сесть у костра чтобы его задействовать и можно будет такой делать быстрое перемещение за этого места недоступно куда я отправлюсь давайте пробиваться с боем я не знаю что делать в теории могу пробиться с боем нам нужно запотеть нужно запотеть реально что делать ночью буду потеть ваши гайда не работают я убью всех этих отравителей всех грибов убью всех убью короче а пиздец и что там происходит вот я не хочу что это я я передумал какой-то гомункул 6 этот непонятный нужно убить гомункула 6 нас а он жив улив гомункул 6 выживущим выходишь с пещерами болота взрывы иди туда заметишь по частицам вокруг него у него отдохни это начал я ядовитый гриб мобеда но т.п. можно делать через карту к любому костру пока ты не в бою не в данже еще некоторых локах заберись своей душные выйди в открытый мир сделай т.п. на кастер слишком сложно буду попробую лут забрать пока еще не умер у тебя где но работает блять так и сет нашел новые а не вы надо мою при одеться к яду и болезни окей то мы лучше переодеться но он не сильно-то и лучше на на переоденусь все-таки чуть больше иммунитета я не знаю чуть-чуть у меня не видит на из-за нас ой бать он да у и бэкстеба работают наконец-то в отличие dark souls 3 dark souls 1 dark souls 2 то что бэкстеба работают это вообще заебись потому что в тех играх они никогда не работали в таких ситуациях просто 0 процентов шанс тут работают так nice пока я справляюсь все хорошо кс на самом деле и исправляюсь следующий вообще изи вообще не чувствую блять я еще залутаю тут все смысл телепортироваться куда-то еще будем лутаться это моя территория тут работать буду да я не вижу куда дальше идти там чисто то море ебучее и хрен знает что там найду боюсь что ничего хорошего вам съебываем просто больше не вижу куда идти мой доволен собой вернули все души все хорошо все четко так что туда идти наконец-то то даже прокачиваться не могу толку с того что я бегаю фармлю а барашек это друг на друг так чё с рыцарем maybe можно как его но отдавать куда-то враг прям на коне я не знаю у него преимущество пиздец nice wow вот поэтому что не пошел блять так и знал что он суперсильный червиш нахуй меня уничтожил а мне просто уничтожил то бред забавно что я крадясь иду быстрее чем он блять на лошади а его нельзя бэкстабить не это добром не кончится не я пошел слишком сильный для начала игры его не одолеть а пас чего блять да не он слишком сильный чероп лишь нахуй так и как бред бля я его не вынесу я не мог с ним драться типа они ну без прокачки нет смысла слишком слабый о кузнец maybe это дед мороз сейчас о вы можете усилить свое оружие с помощью рун и кузнечных камней ты продаешь что-нибудь интересное тут лаги какие-то хули так лагают для начала оружие купить получше то есть слишком слабый какой-то прокачиваться не могу набор мастера возможно сколько он стоит окей возможно я куплю так кольчуга как сравнить со своей броней неужели бабацаки не додумался сравни ну сравнение добавить вот это то кто к чему должен был додуматься к четвертому дарксоусу как он не додумался откуда я знаю какая у меня броня сейчас на меня надета типа откуда я знаю типа ну вот ну ты дурак или что как ты мог не додуматься неужели ни один человек ему об этом не сказал что нужно к этому додуматься блять это же очень легко я должен сейчас запоминать 11 9 8 8 12 9 11 9 это враг а чая кайф жалко с боссом также нельзя вчера батя залетает ко мне в комнату и начинает кричать гамон пол шесть гамон я не заевал я не такой сиксон он такой сиксон не пачи сиксон не пачи сиксон перчатки солдата годрика не растерялся и такой гамон пол шесть гамон пол шесть красава чел охуенная история пацаны не почти одинаковая кто его убил сразу как вышел с обучения я смог только с 47 попытки но радости потом пиздец зато было так я не вижу смысла этим заниматься но он типа сильнее чем тролль в драк соусе 2 которого я пытался убивать 20 раз или сколько помните вот это вот одноглазый это глупо просто но это реально глупо он же сильный слишком покупай все рецепты в магазе ты можешь нажать r и посмотреть что рецепт даст тебе что это папзан еще забыл сказать твои подсказки находиться в инвентаре если ты вдруг скипнет что можешь все еще раз почитать я хочу это убить она выглядит хуёвым черепаху я пожалел и чё ты хочешь от меня блять уёбище это кто там сверху бля бабазаки рофлит или что зачем он сделал вот этих вот противников для чего чтоб типа издеваться у меня есть нож вроде кстати надо ножи использовать голова гигантской стрекозы прикольно прикиньте за всю игру еще ни разу сколько вот я вот уже не играю ни одной подсказки не было чё-то рофл какой-то но потому что никто ничего не знает так как игра недавно вышла сначала только наёбывают это зомбак типа блин как хорошо что парирование о смысле не парирование а эти удары в спину работают наконец-то три dark souls подряд они не работали как меня это бесило пиздец золотой пацан даже так оу проход о костер утраченная благодать омегалу ты кто я уже видел раньше или как оу осторожно слева осторожно слева осторожно слева здраво найс блок не работает вау блок не сработал вернее захват цели не сработал жёстко он меня конечно отпиздил омут призыва теперь активен в смысле я чё-то охуёво я сделал как его деактивировать я типа помощь какую-то вызвал или что как деактивировать по-моему что блять ребят там нашего доброго друга домой 06 выше новый клип давайте поддержим ток донатеру осторожно вверх ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо там че нету? там что есть впереди избить до полусмерти их трое они живы? это живой тоже? what? блин а можно по одному? ну нормально тогда терпимо блин ты че? а че у меня фляски не пополняются? я убил уже столько монстров, а фляги не пополняются not good not good ты живой? блять, ты че? ну а че я мог поделать? блять, хидетама, хидетама бабадзаки меня убил под кадуцией не надо так не совсем понял, а че я сюда пришел то? куда я вообще идти? это че? да блять да бле, с чем я уже столько лет мне фликчил конец канабе гомент густ кто будет следующим? гомент г 7? кстати, ты вообще знаешь, что это сиксон мы фач dni догадываюсь six это синоним back back это может быть синонимом жопа а что такое он мой фейс я могу перевести чел так и открыл дверь чего-то добился но там босс